Ребят, хотел взять водочки, случайно уронил, разбил, бывает, объясняют, что нужно делать в таких ситуациях. Нужно встать, повернуться, никто не видел, так ногой тихонечко, хоп-хоп, все и пошел. Едет любимый муж с работы, а дома нету пива. И я, как любящая жена, это пиво бегу ему покупать. Прихожу я, значит, домой и обнаруживаю, что моя собака сама себе включила мультики, пожрала кошачье говно, сожрала мои трусы, пыталась побриться и помазаться. Ребята, что вы делаете? Выборок запилили. Смотри, какой. Нормально же, пойдет. Ну, я, конечно, не разбираюсь, но, по-моему, он спереди должен был быть. В смысле? В смысле спереди. Спереди. Это Стас? Бродан. Что надо делать? Я первый раз в жизни стою в очередь с такой милой дамой. Посмотрите вы, какой же атащ создали. Столько народу, все за вами следят только. Покажите мне бойцовую собаку. Ей-богу, ни разу в жизни не видала. Пожалуйста. Вот. Носом меня прям вот так вот тыкните в бойцовую собаку. Настя, я кое-что хочу у тебя спросить. Ты только быстро ответь. Хорошо. Мне не бог, это свиня или пятачок? Когда маленькая, это пятачок. Когда вырастает, становится свиней. Это медведь. Ты где была? Да на массаж ходила. Кстати, в этот раз меня девушка принимала. И представляешь, оказывается, не надо было лифчик снимать. Сереж, ты дебил, ты чё делаешь? Ты зачем права режешь? Ты дебил, ты... Я сказал, я к твоей матери не поеду. Ты дебил, ты зачем это сделал? Ты как будешь их восстанавливать в день, пойму. Вот. У меня что-то с фейсбуком стало. Вот так. 19 числа выезжаю на дорогу. Один из охотников принял меня за лоси. Начал по мне стрельбу с калибра 7-62-51. Первая пуля попала в ограждение. Пробила его трубу. Вышла на вылет. Застряла у меня в сапоге. Из-за чего я встал с бурана. Второй выстрел попал в капот. Прямо посередине над рулем. Третий выстрел пришелся в кофр. Пробил его. Упал в сидение. Вышел в сидение. Задел стойку. И ушел в бак. Народ, короче, посмотрите. Попросил чего-нибудь вкусненького купить в магазине. Покажи, что ты купил мне вкусненькое. Ну вот просто покорить в чапе. Приятного аппетита, любимый. Купили, значит, айфон одиннадцатый. Да, Настя, вкусно? Очень вкусно. А телефон нравится тебе? Да. Ну, так и живем. Жень! На сколько змеи живут, не знаешь? Ничего, не здоровьется. Ничего, маканка бородатая. День второй. Машина все стоит, хозяина нету. И это не моя машина, кто там пишет. Вот, смотрите. Вот так. Так, Леш, я не поняла, а ты что вчера спать уперся? А что надо дольше делать? В смысле отдавать супружеский долг, кто мне будет? Слушай, я уже с тобой 20 лет, я этот долг тебе отдаю, отдаю, отдаю. Он сегодня не заканчивается. Лучше бы я ипотеку взял вместо тебя. Сделал, короче, дырки под плентуса. Да, все вроде норм. Жоп, 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 обходите, блядь. Сука. Да дай арбуз. Это не тебе, это цыплятам. Дай. Вот у тебя корм лежит. На тебе вот корм. Совсем с ума сошла. Присядь на минуту. Ой, давайте. О, высветился. Посмотрите на знаки с правой стороны движения только прямо. Это только в России на прямом участке дороги могут такие знаки поставить, чтобы русский человек напрямую через поле не поехал дорогу срезать. О, Дим, а я-то ты какой прикольный. О, че. Дим! Дим! Доели, доели. Ты че, псих? Чем я вот теперь играть буду? Дим, ты нахрена это сделал? Симба, поговорим? Ням. Симба. Ням-ням-ням-ням. Да-да-да-да. Ням-ням. Ням. Да-да-да. Да, поговорим. Ну а идем, поговорим. Иногда сидишь вот так и думаешь о вечном бесконечном. Твои мысли словно поток звезд сквозь вселенную. И среди этих мыслей ты находишь одну. Она и есть истина. Она и есть свет. Надо покушать. Отдай. Отдай. Я не буду вставать. Давай сюда. Ну, я на сто процентов уверен, что этот план должен сработать. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел на себя. Девушка, погодите, погодите. Я только спросить. Я только спросить. Да, конечно, проходите. А, что ты меня упоминал? Ребят, короче, мы на стоянке в Сочи простояли около часа. Даже чуть меньше часа. Идем оплачивать. Смотрим. Кидаю жетон. Закинул жетон. Время стоянки 269 дней. 322 тысячи 350 рублей оплата. Нормально? И не дозвониться. Телефоны никакие не работают. Ничего. Отфигеть. Бери шлагбам, открывай. Это как? Эй, парень. Здесь нельзя спать. Блин, отсюда. Ой, да, простите. Я просто девушку жду. Она по магазинам ходит. Вот, блин. Сейчас все решим. Если вы увидели подмашенную лужу и не можете понять, что это за жидкость, здесь очень простой способ. Берете вот так пальчиком и на язык. Если сладкое, антифриз. Если горькое, тормозуха. Если соленое, то собака нассала. А я ноги побрил. Намек, понял? Ты свяжешь мне свитер? Дорогой. Что? Давай кастрируем кота. Миш, ты просил пивка взять. Смотри, их приторобанила. Блин. Настюш. Ну, ты что так много взяла? Конечно же, спасибо. Копей не убишь. Конечно же, спасибо. Но я же так много не выпью. Ну, это же капец. Знаешь что? Давай вот эту вот бутылочку назад. Прямо сейчас отнеси в магазин. Прямо сейчас отнеси в магазин. Прямо сейчас отнеси в магазин. Смотри. 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 Что ты делаешь? Почуша остыд. Смотри. Вот что теперь делать, а? Мортир. Смотри. 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 Ребят, я скачал переводчик для собак, а теперь проверим это на моей собаке. Джози, я тебя выкину из дома, возьму себе домой кошку, а такая собака, как ты, мне вообще не нужна. Джулия. Ха-ха-ха. Пока. Жуля, остановись. Садись, я сажусь в мороженое. Все, все пофоткали, Джулия. Все, достаточно. Давай. Иди. Отдай! Жуля, отдай! Смотри. Мам, иди быстрее сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нужно знать, как это все будет Закручиваем Показали, что нужно делать Смотрим Вообще этого не ожидали Ему потребовалось всего 8 секунд Встаю утром во сколько захочу Принимаю душ Беру завтрак, который для меня уже приготовили Завтракаю на террасе Собираюсь и выхожу из дома Квартира новая, поэтому лифт такой Нету ни работы, ни мужа, ни детей Иду я довольная пить глинтвень Какая? Какая? Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь Я же вам сказал А вы мне даете Одна тысяча пятьсот пятьдесят Вы в школе-то в какой учились-то? Так сами посмотрите Вы даете Одна тысяча пятьсот пятьдесят Меньше получается На четыреста двадцать два рубля А так серьезно начинала Ты что с тобой? Ты что с тобой? Тайсон Иди сюда Барсик, пошел вон с кровати Ноги пора побрить Ну что ты там? Не знаешь, что делать? А не делай ничего Отдыхай Даша Что делаешь? А я контролирую питание меня Чего хотел? Ну а что это такое? Тебе все равно не понять Да? Ну ладно Ты это закончишь? Приходи, я там котлеты с макаронами сделаю Смотрите, что я нашла в продуктовом отделе магазина Фикс Прайс И ведь кто-то запанирует котлетки для мужа в сухарях из мотыля и опарыша Приятного аппетита Хороший год мой, хороший, хороший Разбудили волка, разбудили, разбудили Иди тебе почешу, иди Хороший чава, смотрите какой красавец Слушай, меня не надо бить Я за тебя, я по-любому за тебя Я в любом случае за чаву Я представитель чавыных интересов Будь здоров, будь здоров А вы знали, что в каждом таком кофейном автомате есть небольшой глюк? Для этого вставляем 100 рублевую купюру Выбираем любой напиток Я выберу молочный шоколад Далее автомат мне выдает сдачу и начинает готовить напиток После того, как ваш напиток приготовился Мы жмем на кнопку вашего же напитка Далее жмем на кнопку возврата денег два раза И жмем на кнопку отмены сахара И автомат еще выдает сдачу в размере стоимости напитка Здравствуйте Присаживайтесь Алиса Ты знала, что у нас с тобой за сутки 1 миллион просмотров? Да, представляешь? Мне тоже приятно Они смотрят и радуются, какая ты у меня умненькая Представляешь? Морти, это же Бак Ой, зачем ты? Да как же Бак Морти, это же Бак